Начинаем с Рериха. Так открывается культурный марафон этой весны. В апреле в Алтайском крае пройдет сразу несколько мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения художника-философа Николая Рериха. Так 13 апреля в Гмилике откроется выставка «Зов Азии». На ней можно будет увидеть личные вещи, принадлежавшие семье Рериха. А 15 апреля в Международный день культуры в школах региона пройдет единый урок, на котором детям расскажут о наследии Рерихов и о их связи с Алтаем. Как всегда, лето на Алтае будет насыщенным. В июне откроются краевые дельфийские игры в Тольменском районе. Фестиваль Рождественского в этом году пройдет 28 и 29 июня. Что уже известно, в эти дни в Барнауле со своей авторской программы выступит дочь поэта Екатерина Рождественская, а в самой косихе выступит актриса Валерия Ланская. Не останется без внимания малая родина Михаила Евдокимова. В Смоленском районе пройдет фестиваль «Земляки». Уже известны даты и шукшинских дней на Алтае. Фестиваль пройдет с 23 по 27 июля. Кстати, в этом году шукшинские дни доберутся и до Москвы на ВДНХ. И да, такое решение пришло из столицы. Мы, конечно, когда себя увидели и такие подумали, что еще в июне надо в Москве быстренько провести имени шукшинские дни на Алтае, почувствовали волнение, ну и, конечно, некое чувство гордости за то, что не предлагали бы себя, да, то есть мы не фигурировали на этом комитете, но тем не менее, что называется, Москва про нас знает, да, и шукшинский фестиваль котируется, считается одним из ведущих. Открывать и закрывать фестиваль будут известные артисты и писатели. Их имена озвучат позже. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.